Грабли мешки для мусора, перчатки, музыка и отличное настроение. Вот главные атрибуты общегородского субботника. Тысячи волокжан вышли на уборку микрорайонов Вологды. О том, как прошел субботник в разных частях города, расскажет Мария Суворова. Легкая зарядка под заводную музыку и субботник в парке льнокомбината начинается. Сотни пар перчаток и мусорных мешков жители микрорайона расхватывают в два счета и тут же берутся за дело. Стекла, пакеты, сухие листья, ветки и старые спиленные деревья. Все нужно убрать. Наслоение все очень хорошее. Все собрались, все помогают. Как бы ни один, ни одна школа, а все вместе и все дружат. Вот так вот. И работа. Себя там пример показывала. Организацию субботника в парке взяли на себя ТОС Можайский и молодежный центр «Горком-35». Обширную территорию за Домом культуры льнокомбината приводят в порядок ежегодно. Парк запущен, но для жителей окрестных домов это одно из немногих мест, где можно отдохнуть и погулять с детьми. Этот парк уже волновался достаточно давно, потому что здесь очень грязно. И здесь требовалось как раз помощь молодого поколения молодежи нашего города. Специально были включены вот этот парк в нашу территорию. Как бы мы от него сразу не отказались. Потому что запущенная территория, такие легкие нашего микрорайона отчасти. И хотелось, честно говоря, привести это в порядок. Мусор убирается и народ как-то потихонечку-потихонечку начинает к этому привыкать. Контейнер заполнили буквально за полтора часа. От беспорядка не осталось и следа. В чистом парке на деревьях разместили домики для птиц, скворцов и синиц. Сделали их вологодские школьники вместе со своими учителями. Обязательно должен быть правильно сделан леток. Для синицы 3 сантиметра, а для скворцов 5 сантиметров. Если меньше, то будут заселяться воробьями. А если больше, ворона вытаскивают птенцов. А вот в Страсбургском сквере на улице текстильщиков вологжане не только очистили от мусора газоны, но и высадили три десятка деревьев и 20 кустарников – боярышник и жасмин. Поливать надо вовремя. Охранить корневую систему, не так, как вот это засушили. И полить. Семь лет назад сквер разбили на площадке, где должны были построить автостоянку. Но совместными усилиями жители ТОСа Элма отстояли право на зону отдыха. И теперь здесь гуляют семьи и гоняют голубей малыши. Но проблемы есть. Вандалы выламывают посаженные деревья и не дают им прижиться. Но то, что не дают деревьям вырасти, и то, что их ломают, не дает создать фактически тень. Задача создать здесь затененные зоны и все-таки просьба к жителям дать возможность вырасти этим деревьям и не сломать вот эти, которые все-таки как-то закрепились. Хотелось бы еще побольше посадить деревьев, высадить на газоны траву газонную, подстригать ее постоянно и побольше работы дворником, чтобы было чисто, порядок чтобы был. Подключились к субботникам микрорайонок города и представители Центра по работе с населением. Совместно с жителями Заречья они привели в порядок дворы и другие территории района. Приятно смотреть по сторонам, все чисто. И когда сам участвует в субботнике, я так думаю, не будет большого желания мусорить, бросать на газоны. Традицию высаживать деревья во время весеннего субботника поддержали и жители домов в районе окружного шоссе. Для них это особенно важно, ведь рядом оживленная трасса и нужна защита от шума и пыли. Центр по работе с населением помог с саженцами и теперь здесь набирают силу 20 кленов. Хотим, чтобы наш город был зеленым и красивым. А житель дома номер 8А по улице Псковской приводили в порядок детскую площадку. Она появилась совсем недавно. Сначала на этом месте хотели построить жилой дом. Но жителям такая идея не понравилась и они обратились к городским властям. Ситуацию удалось разрешить и теперь здесь современный детский городок. Так получилось, что за зиму она превратилась в очень некрасивую площадку, где валяются пластиковые бутылки, какие-то коробки и всякие некрасивые вещи. Поэтому жители с удовольствием откликнулись на призыв выйти на субботник. Заранее сами расклеили объявление по домам. Там вышло достаточно много народу. Детские площадки, дворы, парки, скверы. На уборку общественных пространств в микрорайонах Вологды вышло около 20 тысяч неравнодушных волокжан. И для многих из них в субботник многолетняя традиция. День, когда приводят в порядок не только свой дом и двор, но и родной город. Мария Суворова, Юлия Савинцева, Антон Лукьянов, Михаил Прищев. Вологда.Портал.